Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать, как вязать вот такие вот здоровские носочки, в общем, на ребеночка. У меня рассчитано на 25-26 размер ножки. По сантиметрам это приблизительно 14,5-15 сантиметров длина нашей подошвы лопатошки до пяточки, до низа у меня 13,5 сантиметров. И у меня носочек состоит, в принципе, из таких легких этапов, как вывязывание резинки у меня на 4 сантиметра, затем вывязывание длины до пяточки, то есть просто лицевая гладь, как вы видите у меня, вывязывание пяточки, то есть высоты пяточки плюс вывязывание. Набор петель, дальше мы провязываем немножечко здесь, убавляем, провязываем и здесь, кстати, я еще упустила момент, вывязывание подошвы, вот как вы видите. И заканчиваем наш носочек, вот такой вот. На самом деле вязание все очень простое. Сейчас в основном у многих возникает такая проблема, как вывязывание пятки. Вот, я решила, как бы, не акцентировать особое внимание на вязание всего носка, так как я думаю, в принципе, все люди, ну, как бы, все даже начинающие мастерицы знают, как провязывать резинку один на один. Если не знаете, можете перейти на мои уроки предыдущие. Замыкаете просто в круг вязание и вяжете по кругу на четырех чулочных спицах пятая ходовая. Точно так же и здесь лицевая гладь, продолжайте, в принципе, ничего сложного. Смотрите, я буду вязать с ниточек, честно говоря, это остаточки, у меня ангорочки вот такой вот. Вот, здесь у меня, я даже не знаю, в среднем на носочки где-то у вас уйдет, если стандартной ниточки в 100 граммах 300 метров, у вас уйдет приблизительно на детские носки на два годика, ну, где-то полматочка, грамм 50 у вас уйдет. Я буду вязать двойную ниточку обычной ангоркой, вот где-то у меня так и получится 300 метров, наверное, в 100 граммах. Для того, чтобы вязать, нам понадобятся наши пять чулочных спиц. Я взяла троечку, крючочек для заправки наших всяких ниточек, кончиков и так далее. И ножнички, обычные ножнички. Для того, чтобы вам было более понятно и удобно, я уже провязала, посмотрите, вот я набрала 40 петельчик, распределила их по кругу на четырех спицах и провязала 13 рядочков. То есть, 13 рядочков это и есть наши 4 сантиметра резинки, один на один. Вот, смотрите, вот так вот. Все на самом деле очень просто. И так как у меня на носочке здесь идет немножечко шире сверху, потому что если сделать уже, как бы, ну, то есть, здесь ножка ребеночка не будет лазить, помещаться, ну, то есть, нормально. И точно так же, если здесь сделать шире, будет не очень уютно и комфортно, потому что будет болтыхаться ножка, ну, то есть, вы не сможете большой широкий носок одеть в тот же, ну, не знаю, например, осенний-весенний ботиночек или зимний сапожек. Ну, то есть, поэтому здесь я вам предлагаю связать немножечко шире в объеме для того, чтобы ножка просовывалась хорошо, это вязаная вещь. И здесь немножечко уже. Если вы хотите такое вязать, то присоединяйтесь. Вот, провяжите 40 наших петельчик, 13 рядочков, замкнутые в круг. И затем, чтобы немножечко убавить на, как бы, немножечко уже сделать наш, в общем, нашу высоту, объема ножки, я убавила на каждой спице в начале ряда по одной петелечке. То есть, на каждой спице по одной петелечке. Я провязала первую и вторую вместе. Я сформировала тем самым, после того, как я убавила на первой спице первую петлю, я сразу формирую нашу лицевую гладь на носочке. То есть, вы провязываете вместе лицевой первую и вторую петелечку, и сразу провязываете остальные лицевой. Для того, чтобы у вас было все красивенько в убавлениях, я вам предлагаю первую петельку на спице перевернуть. То есть, чтобы у вас шла косичка более ровно и гладенько, здесь не было никаких скрещиваний, переворачиваний, то вы просто ее поверните лицом, как бы, ну, то есть, по ходу вязания своего. И провяжите лицевую и изнаночную вместе лицевой. Затем переходите на лицевую гладь, то есть, все провязываете лицевой. И еще, ну, как бы, когда уже перейдете, провязываете приблизительно 6 сантиметров лицевой глади. То есть, у вас получается 4 сантиметра резинка, 6 еще лицевая гладь, то есть, приблизительно 10 сантиметров у вас высота носочка получается. Затем, когда провяжете высоту вот эту носочка, мы с вами продолжим. После того, как вы провязали высоту носочка 6 сантиметров лицевой глади и 4 сантиметра резинки один на один, вы набираете, дойдя до конца ряда, первую и вторую спицу провязываете лицевой гладью на одну спицу. То есть, соединяете две спицы общей одной и провязываете туда обратно лицевой гладью, то есть, в лицевых рядах лицевыми петлями, в изнаночных рядах изнаночными петлями. Так провязываете 12 рядов, то есть, туда-сюда, туда-сюда, в общем, 12 рядов. Когда провяжете 12 ряд, переворачиваете на лицевую сторону, и вот это у нас было провязывание высота пяточки, вот высоко. Мы эту высоту делим на три части, как по стандарту, то есть, ну, так, в принципе, положено увязывать пятку, делить на три части ровную. Но, честно говоря, этот классический способ я не очень люблю, потому что, если поделить, вот, допустим, у нас здесь получается с одной стороны спицы и с другой стороны спицы по 9 петель. То есть, так как мы сократили из 10 по одной, у нас осталось по 9 петель. Если эти две спицы соединить, получается общая сумма 18 петель. 18 поделить на 3, это по 6 петелек на каждую сторону, то есть, получается, вот, делим визуально 6, 6, и посередине у нас остается 6. Если, допустим, взять 6 петелек ширину пяточки, то это получается вот такая вот пяточка по ширине. Мне это, если честно, не очень нравится. И я всегда в середине оставляю немножечко шире часть, чем по бокам. То есть, я всегда беру, если, допустим, ровное количество на 3 части делится, то я, допустим, беру отсюда одну петельку и отсюда одну петельку. То есть, у нас получается визуально поделили на 3 части. У нас получается с одной стороны 5, затем идет 8 петелек и снова 5 петелечек. То есть, вот таким образом. 5, 5, это середине 8. То есть, если вы посмотрите, то 8 петелечек смотрится довольно-таки объемно. Вот, красивенько у нас пяточка получается. Вот, посмотрите. Ширина пяточки. Если она будет тоже вот такая, то вообще, если честно, мне такое не нравится. Итак, после того, как вы поделили визуально на 3 части, можете отметить себе маркером вот эти части. Ну, я, в принципе, честно говоря, не вижу смысла, потому что здесь всего лишь по бокам будет 5 петелечек, которые мы будем управлять. То есть, я не думаю, что вам вы сможете запутаться. Если на взрослые пяточки, я тоже делю так и на 3 части, чтобы посередине было больше, шире как бы. Если это мужской носок, то вы посмотрите. То есть, вам, возможно, будет такое количество петелек, что вам даже поделить на 3 будет красивая ширина пяточки. Ну, то есть, вам, может, не придется в середине как бы оставлять больше петелечек. Итак, перевернув на лицевую сторону, вы первую петелечку снимаете. Затем, это у нас считается первая петля. Теперь, вторую провязываете, третью провязываете, четвертую провязываете. Пятую вы провязываете вместе с первой из 8 петелечек. Вместе, одной лицевой. И продолжаете. Это уже у нас считается из 8, первая петля провязывается. То есть, вторая, лицевой, третья, лицевой, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И восьмую мы провязываем с первой из пяти последней. Не довязывая до конца ряда, переворачиваете. То есть, мы сейчас будем всегда провязывать серединку, пока добавлять сокращение будем делать. Итак, первую из 8 петелек средних вы снимаете. Вяжете 1, 2, 3. Обратите внимание, на изнаночной стороне вяжете изнаночную. 4, 5, 6. Но так как мы первую сняли, она у нас тоже считается. Поэтому у нас уже седьмая средняя и восьмая с первой из боковых провязываем вместе изнаночной. Снова переворачиваем. Не продолжаете провязывать вверх. Снова первую снимаете из 8 средних. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая провязываете с первой, с третьей части. То есть, смотрите. На самом деле, провязывание пятки очень-очень простой такой вот процесс. Я не знаю, почему его все боятся и не любят, но вот смотрите. Вы делите на три части и постепенно с боковых частей вы убавляете по одной петле. С лицевой стороны убавляете. Лицевой вместе провязываете, с изнаночной вместе изнаночной. То есть, постоянно посередине. Пожалуйста, обращайте внимание, что у вас должно быть 8 петель от начала до конца провязывания пятки. И продолжаете так. С изнаночной стороны первую снимаете. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Первая и первая провязываете вместе изнаночной. Переворачиваете. Первую снимаете с лицевой стороны. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. И первая провязываете вместе лицевой. Переворачиваете. Первую снимаете. Один изнаночный, второй, третий. И мы так как первую сняли, это уже четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая провязываете с первой изнаночной. Снова переворачиваете, не довязываете ряд. Снова первая снимаете, вторая лицевая, третья, лицевая, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая провязываете вместе с первой и третьей части. Снова переворачиваете, снова первую снимаете, 1, 2, 3, 4, 5, 6 средних из 8, то есть первую вы сняли 6 средних изнаночных, то есть получается всего 7, и восьмая с последней нашей провязываете вместе. Первую снимаете, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Как вы видите, делать это нужно, пока не закончатся петли, то есть смотрите, у вас получился вот такой вот своего рода, как капюшончик, видите, вот. Вяжете упавление с каждой из сторон, пока не закончатся петли с боковых сторон, то есть у вас на спице должно остаться 8 первоначальных средних петель, которые вы поделили. Видите? Вот так вот. Краешки у вас должны быть, почему мы снимали первую петлю, а последнюю провязывали, для того, чтобы у вас были аккуратные краешки вот здесь. Вот у меня, так как у меня ниточка анмора, то у меня немножко здесь букли попадают, поэтому я их буду убирать, чтобы, ну, аккуратное, гладное вязание было. У вас должен получиться вот такой капюшончик. Вторую, второй носочек, вторую пару носочков вы будете вязать точно таким же образом, только я вам рекомендую делать уже не вторую, третью спицу пяточкой, а третью, четвертую. Для того, чтобы вот это у вас, такая вот, как сказать, начало наших рядов было в серединке, то есть у вас пара должна получиться вот как у меня, смотрите. У меня вот здесь окончание и вот здесь окончание. У меня вот, видите, слаживаешь, вот эти окончания и начало, они у меня в серединке, то есть, видите, вот так вот получается. Мы связали пяточку, теперь нам нужно вырезать все петли, вернуть на спицу, чтобы у нас получился носочек. Делим наши 8 петель на 2 спицы, по 4 петли. Так как у нас конец ниточки заканчивается после второй спицы, мы здесь и будем набирать. Смотрите, у нас было по 9 петель на каждой спице, нам их нужно вернуть. Так как у нас сейчас на спице 4, нам еще нужно набрать 5. С вот этой боковой стеночки, с петельчиком, вот таким вот образом, мы будем набирать. Итак, 1, 2, 3, 4 и 5. Набирайте очень аккуратненько, чтобы у вас там был красивенький краешек. Вот так вот, смотрите. Вот таким вот образом. И берете другую спицу, нам нужно здесь делать сокращение. На первых двух спицах мы таким вот образом, сейчас я вам покажу. В принципе, нужно было поменять. Мы провязываем 2 петли вместе лицевой. Я хотела поменять местами, для того, чтобы развернуть петли. Но, в принципе, они здесь лежат очень довольно-таки хорошо. И провязываем все остальные 7 петель лицевой влаги. У нас получилось 8 петельчиков из спиц. На второй спице мы должны сделать точно так же, только не в начале, а в конце. Для того, чтобы скрыть эти сокращения по краям. Чтобы они у нас не были просто посерединке, не красивые. А здесь нам нужно повернуть по ходу. Вот таким вот образом. Просто развернуть. И провязываем заднюю стенку. Почему мы разворачиваем? Чтобы косичка не нарушалась свою подъемку. И с этой спицы, с этой стороны нам нужно набрать точно так же, не спицы, простите, с этой стороны. Нужно набрать точно так же 5 петелечек. Вернуть на место, так сказать. Итак, начинаем. Захватывайте аккуратненько, чтобы не было дырочек. Обычно предлагают на этих боковых стеночках, предлагают провязывать, как бы, с такими перекосами. Ну, я обычно не разворачиваю петли. У меня получается без дырочки. Ну, то есть, можете, если хотите, провязывая петли, разворачивайте их, как бы, на бочок, так сказать. И вот эти 4 петелечки просто провязываете лицевой. У вас должно получиться здесь 9 петель возле пяточки, здесь 9 петель. И на наших передних, вот таких вот лицевых, так сказать, лицевой стороне носочка, должно получиться по 8 петель. После того, как мы сделали все наборы петель, мы провязываем следующим образом. Первые 2 петли с нашей задней второй спицы на пяточке провязываем вместе лицевой. И до конца провязываем просто лицевыми петлями все оставшиеся 7 петель. У вас должно получиться на спице 8 петель. Если вы будете плотненько здесь провязывать, то никаких дырочек и промежностей у вас не останется. Теперь следующую спицу, все 8 петель, так и провязываете. Первую хорошо затягиваете, чтобы у вас здесь не было дырки. И оставшиеся 7 петель так же провязываете лицевой. Более такие, полегче, не затягивайте сильно. Теперь, эту спицу точно так же провязываем полностью все лицевыми. И эту лицевую. У вас получается на каждой спице по 8 петель, кроме последней. Вот той, которую вы сейчас провязываете. Теперь, следующий ряд вы делаете точно так же. Все провязываете лицевой. Первую спицу 8 петель. Если хотите, себя проверяйте, считайте сразу, чтобы у вас было на каждой спице по 8 петель, кроме последней. Вот, как у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И последняя спица, та, на которой 9 петель, смотрите, мы делаем так. Первые 7 петель мы провязываем лицевой. Восьмую и девятую мы вот так вот разворачиваем немножечко в сторону нашу вот так вот и провязываем за заднюю стенку вместе лицевой. Теперь, для чего мы делали вот эти убавления на одной стороне, затем на другой? Для того, чтобы вывязать подъем, вот этот вот подъем стопы от пятки до нашей подошли. Для того, вывязали мы эту стопу, для того, чтобы здесь не было слишком широкого ноги. То есть, вот этот переход, если вы не будете убавлений, никаких прибавлений, ничего, он будет широкий. Очень, ну, довольно-таки, я вам скажу, носок будет вот так. В принципе, на детской ножке это не сильно заметно. Эти две петелечки, ну, как бы, можно и не убирать. На взрослой, если вы будете для взрослого вязать носочек, то это нужно сделать обязательно. Причем там нужно сделать это как минимум четыре раза. Теперь продолжаете вязать без изменений, без прибавлений, убавлений и так далее. Провязываете лицевой гладью, все полностью спицы, пока не наберется длина вашей стопы до убавления. То есть, если вам нужно, допустим, вязать не на два годика, а, к примеру, ну, на четыре, там уже размер ножки приблизительно 27 сантиметров, а не 25-26. То есть, вы меряете ножку от, вот, как сказать, от краешка пяточки до определенной длины, которую вам нужно, вязать где-то приблизительно сантиметра полтора. То есть, вот, меряете вот эту длину, пока будете вязать, и ребеночка длину ножки, вот, смотрите, меряете вот эту длину и оставляете полтора, ну, где-то полтора сантиметра на убавление носочек. То есть, сейчас вы провязываете по восемь петель. На каждой спице у вас получается 16 и 16, это 32 петли по кругу до нужной длины. После того, как вы провязали нужную длину стопы, у меня это получилось 12, где-то с половиной сантиметра. 13 тоже. 13 сантиметров вместе с пяточкой. Либо от пяточки я провязала 9 сантиметров. Я сейчас буду делать убавки. Должны вы закончить были посередине пяточки. То есть, вот у вас две спицы пяточка. И вот, после первой спицы, между первой и второй. Теперь мы будем провязывать следующим образом. Провязываем сейчас наши 7 петель первые. Лицевой гладью, как обычно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Простите, 6 петель. Седьмую и восьмую мы будем провязывать вместе. Общий лицевой. Будет немножечко, возможно, неудобно. Но вы постарайтесь так аккуратненько провязывать. Если вам не очень удобно, мне просто здесь не очень удобно, я буду помогать себе крючком. Вложу крючочек и вытягиваю петель. Последние две провязываю вместе. Теперь снова провязываю наши 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова две последние вместе. Если вам будет удобно, провязывайте две первые вместе. Ну, то есть, как оно удобно. Мне, например, нравится, когда я один носочек провязываю вместе. Первые две. А второй носочек последние две. Мне так получается довольно-таки красивенько. Мне нравится так получается. И так нам нужно убавлять в каждой спице, в каждом ряду. Нам нужно убавлять в каждом ряду 4 петли. Либо на каждой спице по одной петле в каждом ряду. Будем убавлять каждую последнюю петлю. Кому неудобно, убавляйте с помощью крючка. Кому удобно, можете и так убавлять. Либо, я говорю, что можете убавлять первые две. То есть, первые две провязывать вместе лицевой. Я делаю одну и так, одну и так. Хотите, делайте просто одинаково. В принципе, это не сильно зависит. Мне просто нравится, как оно получается. Так, провязываете. У меня не очень получается хорошо провязывать две последние. Будем стараться. Так, провязываете, пока у вас на каждой спице не останется по одной петелечке. Так вот, убавляете каждую последнюю. И когда убавите и оставите по одной петелечке на каждой спице, мы продолжим. После того, как у вас осталось четыре петелечки, я вот вам говорила, что на каждой спице должно остаться по одной петле. Но я вот это делаю на две. Ну, как бы, не знаю, мне так удобно, что ли, чтобы немного спит было. А вы последнюю петелечку, ту, которую провязывали, одеваете вот так вот на предыдущие петли провязанные. И спицы начинаете перетягивать. То есть, якобы на последнюю петлю нанизывать оставшиеся три петли. Вот таким вот образом. Сейчас мы еще переоденем вот эту последнюю. Вот так вот. И последнюю одеваете. Хорошо протягиваете ее. Должна такая вот петелечка получиться. Почему я вам говорила, что в конце при провязывании на одном носке вы провязываете первые две петли вместе со спицы, а на втором носке две последние петли со спицы. Почему? Для чего? Смотрите, при провязывании, при убавлении у вас получается вот такой вот, ну, как бы своего рода шовчик. Если вы делаете, допустим, и на том, и на том две первые петли убавляете, либо на том, и на том две последние, у вас получается один наклон. И на том носке, и на другом. Когда вы делаете сначала так, потом по-другому, как бы, ну, сначала вначале убавляете, потом в конце, у вас получаются шовчики параллельные, ну, как бы в зеркальном отражении. То есть у вас получаются ровненькие, ну, как бы носочки, то есть смотрящие на друг друга. Не просто одинаковые два идентичные носка, точно так же и здесь, как я вам говорила. Когда набираете петли на пятку, вот, на две спицы как бы соединяете, то смотрите сначала, чтобы был, вот, начало, как сказать, начало-конец, в общем, начальная наша петля, начало ряда, была внутри. То есть с одной стороны вы пятку набираете на первой, второй спице, на втором носке третью и четвертую спицу, для того, чтобы было, опять же, это же зеркальное отображение. То есть мне это очень нравится, и вы потом посмотрите, как при носке это себя так, как бы показывает с хорошей стороны, точно так же и здесь. То есть выглядят очень аккуратно. Следите обязательно за стягиванием ниточек при наборе петель с пятки. То есть когда вы набираете вот этот объем, следите, пожалуйста, затягивайте хорошо петли вот в этих местах. То есть следите, чтобы не было дырочек. Такие дефекты тоже возможны. И если вы хотите, чтобы, допустим, у вас шире носочек был, ну, вот у меня, например, уже немножко здесь, чем здесь, ну, то есть сама лопатошка немножко уже. Если вы хотите такой же широкой, то просто здесь не сокращайте, она у вас будет такой вот, как своего рода мешковинка с пяточкой. Мне нравится, например, когда здесь по углу, она идет больше по ножке. В общем, вам ничего не остается, кроме как закрепить нашу ниточку. И с внутренней стороны выверните, просто ее закрепить. Крючочком убрать кончики. Все, чтобы не торчали ниточки, проверьте, чтобы у вас вот эту ниточку убираете на изнаночную сторону. Но желательно ее хорошо закрепить, для того, чтобы она не давала возможность распускаться резинки. Если у вас были какие-то соединения, полоски, обязательно нитки не забывайте прятать. Вот такие вот носочки у нас получились. Если вам мой урок помог и понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. Пока-пока.